Всем привет дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино ТОП, сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием Беглянка. Приятного просмотра. Сюжетная линия сериала. Анна Колесниченко работает врачом высшей категории. У Анны есть сын Иван и дочь Лиза. Однажды Анна становится свидетелем покушения на убийство хорошо знакомого женщине адвоката и коллекционера Вячеслава Федоровича Войцеховского. Она вынуждена бежать со своими детьми, куда глаза глядят, надеясь на то, что Войцеховский выживет. Ведь в случае его смерти, его племянник сделает так, что Анну обвинят в убийстве. А именно его племянник Артур Паярков, покушался на жизнь своего дяди и теперь преследует Анну. Содержание четвертой серии Беглянка. Артуру сообщили, что автомобиль найден. К Лизе на работу пришел Олег, который начал оправдываться, якобы его брак, это просто штамп в паспорте. Тут заходит его жена. Заплаканную Лизу встретила Юля, они пошли в хорошее место восстановить душевные равновесия, как позже выяснилось, это было кафе Бриз. Полина постучалась в кабинет Таранцеа, но ей никто не открыл. Подождав у двери, она увидела выходящую из кабинета Анну, которая провела сеанс рефлексотерапии Андрею. Сеанс хорошо повлиял на самочувствие Таранцеа, а Полина подумала, что между Анной и Андреем был интим. Полина подозревает, что Анна скрывается от полиции. В одном из районов города произошло массовое отравление, также в больницу привезли Юлю и Лизу. Максим со слов Юли понял, что она отравилась суши в кафе Бриз. Все пострадавшие из того района. Максим поехал в областную больницу за необходимым препаратом. По дороге назад у него произошла небольшая ссора с помощником Паяркова. Машина Максима чуть не столкнулась с машиной Артура. Максим успешно довез препараты в больницу, а Артур, поскольку уже было поздно, остался караулить в машине Анну у ее дома. Полина порылась в интернете и выяснила, что Анна на самом деле не Величко, а Колесниченко и замешана в каком-то убийстве. Семь лет назад якобы по ее вине погиб пациент, но ее отмазали. Как мы помним, именно адвокат Войцеховский тогда помог восстановить честное имя Анны. Об этом Полина рассказала Андрею Таранцеу, но тот отмахнулся от нее, сказав, что она его достала. Андрей добавил, что теперь они просто коллеги, ничего более. После проведенных мероприятий девочкам стало лучше. Утром Ирина Михайловна впустила Артура в часть дома Анны для осмотра. Тем временем Полина сказала Максиму, что Анна спит с Андреем Таранцеом, и на самом деле она Анна Колесниченко. Максим не воспринял это серьезно и попросил ее заняться своими непосредственными обязанностями. Обиженная Полина написала заявление на увольнение, которое Таранеце с легкостью подписал. Чем закончится сериал «Беглянка»? Артур нашел среди вещей Анны свой планшет, затем поехал с помощником в больницу. Ваня увидел их в окно и рассказал все последние события Максиму. Артур нашел Анну и спрашивает ее о дяде, держа в руках скальпель. В этот момент заходит врач Федор Ильич и говорит, что звонила Марина. Она сказала, что Войцеховский пришел в себя и уже дает показания против Паяркова. Артур сказал, что показания выжившего из ума старика ничего не значит, по сравнению с отпечатками пальцев Анны на шприце, и он идет в полицию. Тут подбежали врачи с Максимом и Иваном. Артур приставил скальпель к шее Анны и просит дать ему уйти. Врачи обезоружили Артура, но тот успел задеть скальпелем живот Анны. Максим говорит Анне, что едет в хирург и из областной больницы, что Артур уже в полиции дает признательные показания. Анна говорит Максиму, что у нее внутреннее кровотечение, что хирург может не успеть, что Максим может сделать операцию сам. Анна очнулась в палате после проведенной Максимом операции, дети были рядом. Максим сказал, с возвращением Беглянка ты моя. Сериал Беглянка заканчивается кадрами с выставки картин Войцеховского, где мы видим главных героев, а сам Войцеховский уже не в инвалидном кресле, а с тростью. Максим и Анна сливаются в поцелуи. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok